Прошу любить и жаловать, это новый соведущий моего канала Кокула, и сегодня она мне поможет в этом непростом ролике. Начинаем. Здарова, я специально сделал обложку точь-точь как в обзоре на старый пиксель, ведь речь сегодня пойдет о его внуке. Ролик обещает быть крайне интересным, поэтому приятного просмотра. Очень долгое время я не мог найти себе достойную замену моему старичку, и к Тиму Кукишу сходил, и к Самсунгу счастье пытать, но все тщетно. Это были неплохие смартфоны, спору нет, но за свою цену недостатки перекрывали плюсы, поэтому я шел дальше. Бесконечно просматривая объявления на барахолке, судорожно сравнивая характеристики каждого смартфона, я осознал, что все дороги ведут к пикселю. По ходу дела я стал фанатом гугла, поэтому дамы и господа, к вашему вниманию пиксель 7 pro. Очень часто в обзорах на телефоны мы пропускаем кучу пунктов, такие как связь, сборка, название защитного стекла и так далее. Казалось бы, зачем забивать себе голову этими ненужными моментами? Оно и понятно, сейчас непозволительная роскошь производителю, даже бюджетных смартфонов делать некачественный телефон. Особенно, когда мы говорим про флагманские устройства. И представьте лицо людей, которые купили устройство с приставкой про за несколько сотен долларов и увидели вот это. Я не поленился, взял свой старенький Redmi 4A и у него нет такой проблемы. Пиксель, чё с лицом? И это флагманское устройство, которое тягается самсунгом и айфоном. Бред какой-то. Знаете, на что похоже? На Dodge Viper первого поколения. Представьте себе машину-кузов, который сделан из пластилина, тормоза от велосипеда и двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Ядерная смесь. У меня самый скучный, нудный, вообще беззубый чёрный цвет. Конечно, хотелось бы зелёный или же хотя бы белый, но имеем, что имеем. Задняя часть стеклянная и собирает отпечатки на ура и заляпывается вмиг. Рамки у экрана слишком большие. В сравнении с Самсунгом, где у него были миллиметр-миллиметр, и все они были отцентрованы идеально, здесь это выглядит, ну, не то чтобы очень хорошо, когда у тебя снизу подбородок, а рамки слева, справа и сверху не то чтобы слишком маленькие. В устройстве, которое стоит несколько сотен долларов, не скажу, что это сильно бросается в глаза, но когда ты вспоминаешь о его цене, что может предложить тот же Nothing Phone за эти деньги, становится не очень-то приятно. Задний блок камер — это вершина дизайнерского мастерства. Кроме шуток. Среди всех однотипных Самсунгов, айфонов к Xiaomi он выделяется, вы его ни с кем не спутаете. Или тех же китайцев, которые делают коллабы с бутиками мод, и выглядит это, мягко говоря, не очень. Здесь же все просто и со вкусом. Да, у такого решения есть определенные недостатки в виде того, что там будет постоянно забиваться пыль и мусор, который будет проблематично оттуда убрать. Но есть и обратная сторона медали. Он не трясется, если положить его на стол, а сейчас этим все без исключения грешат. Чехлы, как правило, ситуацию не то чтобы сильно спасают. Тут же положил, и он будет лежать ровно. Что я заметил с недавних пор? Все мы с вами любим посмотреть какой-нибудь видосик, когда едим. И все мы с вами просто ненавидим искать место, чтобы телефон стоял и не спадал. Тут же за счет этого блока камер мы можем его присобачить. Тарелка для фруктов? Пожалуйста. Ящичек со специями? Почему бы и нет? Очень удобно. Расположение кнопок уникальное и не самое удобное. Как и у всех пикселей, питание и регулировка громкости здесь поменены местами. Из-за чего первое время будет мисклики, но к расположению быстро привыкаешь. Благо они здесь находятся посередине и тянуться до конца выключателя не надо. А вот чего действительно я не могу понять, так это зачем было убирать рифленую кнопку включения. В Pixel 5a это была не просто красивая штучка, что вот она рифлена, она еще зеленая. Нет, это было функционально. Ты в кармане ее нащупываешь и у тебя быстрее происходит адаптация к этому расположению кнопок. Хоть телефон и кажется прямоугольным, но из-за закругленных грани и ребер в руке он лежит прекрасно. Пользоваться одной рукой не так удобно, как с S21 Ultra. Там телефон все-таки поуже будет, но тем не менее дискомфорта нет. Он увесистый, но проблем с распределением массы нет. Поэтому ощущается он как единый, цельный, такой хорошо собранный кирпичик, за исключение кнопок. Дисплей хороший, стандартный набор любого флагмана, 6,7 дюймов, AMOLED с 2К разрешением и поддержкой 120 Гц. На выбор два варианта, или Full HD, или 2К. Никаких вопросов к нему нет. Единственное, что советую ставить натуральные цвета в настройках, они мне показались более сбалансированы. А вот адаптивная регулировка выглядит как на дешевых матрицах. Автояркость здесь не всегда работает корректно. При недостаточном свете может слишком снизить яркость, что делать не стоило. А при дневном свете ей надо чутка подумать, чтобы выкрутить на всю. 120 Гц здесь доступны при любом разрешении, и они адаптивны. Будете читать что-то, снизится до 10. Начнете свайпать, поднимется до 120. Я уже кучу раз про это говорил, что это всего лишь маркетинговая фигня, которой вы не будете пользоваться. В пикселе очень хорошо проработаны анимации. И надобность большой герцовки отпадает. Может кому-то действительно с ней лучше, дело ваше, но я предпочту большую автономность. По поводу шима. Он здесь не чувствуется так сильно, как на Самсунге. Это не значит, что его здесь нет. Просто у гугла получилось сделать экран таким образом, что шим более-менее умеренный. Про эту проблему я подробнее говорил в ролике про Самсунг, можете глянуть. Так как вы за... Ну зачем было ставить экран в водопад? Ну почему? За что мне это? Вон в 8 серии от них отказались и слава богу. Мне как активному пользователю крайне ссыкотно за свой телефон. Я уважительно отношусь к технике. Как только получаю, буду пылинки сдувать до тех пор, пока не куплю стекло с чехлом. Про недостатки таких дисплеев вы и сами знаете, поэтому идем дальше. Здесь стоит второе поколение собственных процессоров гугла Tensor G2. На самом деле все мы прекрасно знаем, что это процессоры от Самсунга. Но гугл смогли их оптимизировать таким образом, что подлагивание, перегрев, высокое энергопотребление им больше не страшны. Для работы с ИИ, обработки фотографий, видео, плавности работы интерфейса его хватает за глаза. Долго размусоливать особого смысла не вижу. В ролике про Самсунг у меня был бомбеж на циферке в синтетических тестах. Можете глянуть на досуге. Давайте так, его хватает для любых задач. Он не греется и в целом, в целом, не так много потребляет заряд. Про комплект сказать особо нечего. База в виде кабеля, макулатура, ну и хоть какая-то радость, переходник с USB-C на USB-A. Вещь в хозяйстве нужная, вон Apple такой продает за несколько десятков долларов. Сканер отпечатка пальца под экраном, скорости, точности, вопросов нет. Даже под защитным стеклом он не задумывается и срабатывает, как швейцарские часы. Если смотрим в вакууме, если сравниваем с тем же Самсунгом, там наглого выше. Начиная от скорости и заканчивая технологией. Здесь постоянная подсветка, которая ночью может вас ослепить, что не очень-то приятно. Также имеется разблокировка по лицу и работает она хорошо. Днем очень редко ошибается, а вот при недостаточном свете можете о ней забыть. Да и доступна она только при разблокировке телефонов, скажем, банковские приложения или для оплаты. Вам этого не будет доступно. Здесь стоит 5000 мАч. Казалось бы, большой объем, но телефон очень сложно назвать рекордсменом автономности. Да, держит он больше позорного S21 Ultra, но все еще меньше айфона Pro Max. В целом, на день активного использования его хватает. Мне выходило около 6-7 часов активного экрана, чего мне хватает с головой. Все равно вечером ты его ставишь на зарядку, поэтому вопросов к автономности в целом нет. Я очень жду момента, когда все флагманские устройства, без исключения с приставкой Pro, Max, Ultra, будут в базовой версии идти с 256 гигабайтами памяти. Ведь на съемку фото, видео, которые некоторые телефоны могут снимать в HDR, 128 гигабайт будет недостаточно. В Pixel у нас смартфон очень низшивый и найти аксессуары на него крайне проблематично. Если у айфонов в любом продуктовом магазине будет 50 разновидностей чехлов, и я сейчас не шучу, то здесь или плати овер дохера за оригинальный чехол от гугла, или довольствуйся обычным силиконовым. Для меня это не такая большая проблема, я все равно предпочитаю прозрачные чехлы разноцветным, но для кого-то это может стать серьезной преградой. Звук здесь очень не очень, на бумаге мы имеем стерео, разговорный динамик у нас играет в паре с нижним, и должен получиться такой эффект полного погружения, но здесь стоит полторашка, громкость и качество разговорного динамика не дотягивает, и поэтому происходит небольшое смещение в сторону нижнего. Проще говоря, у вас нижний перекрикивает верхний, из-за чего весь эффект стерео теряется. Ну и еще что хотелось бы отметить, пока все производители делают эти киношные проводки с показом телефонов, Пиксель немножечко по-другому решил подойти к преподнесению своего нового флагмана. А именно, это два героя, айфон и Пиксель, которые попадают в различные ситуации, и смотрится это, ну очень мило. А вот где Пиксель большой молодец, так это вибро. Современных флагманов это один из наиболее важных пунктов, ведь от качества вибрации будет напрямую зависеть комфорт вашего использования. Оно здесь крайне приятное, вибромотор прекрасно отрабатывает и справляется со всеми функциями, будь то тихий импульс во время скролла или конкретная виброотдача при разблокировке. Очень нравится. Поговорим о Пиксель лаунчере. Хоть многие уверяют, что это максимально вылизанная и доработанная оболочка, но все-таки косяки у нее имеются. Иногда баги с ползунком жестов, он остается на экране, когда должен погаснуть. К примеру, я читаю биографию Опенгеймера и не могу сосредоточиться, ведь нижний ползунок меня отвлекает. Приходится по несколько раз перезагружать, чтобы он исчез. С отступами, выходами, шрифтов тоже не всегда все гладко. Это все единичные случаи, но они имеют место быть. Со временем понял, что нижняя строка Google не нужна и хочется ее убрать. К сожалению, сделать этого не получится. Нравится, что в отличие от Samsung, здесь проработали момент с фронталкой. Напомню, там она касалась края строки уведомлений, что резало глаза. Здесь камера равноудалена, любо дорого смотреть. Samsung, учись! Классная фича распознавания музыки. Работает она в фоновом режиме и сканирует все звуки вокруг вас. А в конце дня можно зайти и посмотреть, какой же глубокий трек вы пропустили из-за разговора или мыслей. Обои в родном приложении радуют своим разнообразием. На любой вкус и цвет, как говорится. Если в айфоне или том же Samsung надо было искать в Pinterest или в интернете, затем их скачивать, то здесь такого нет. Все то время, что я пользуюсь пикселями, ни разу не скачивал обои с интернета. Настолько родные, здесь классные. Google клавиатура, которую я ставлю на любой смартфон. Удобная функция с копированием текста, который сразу отображается в верхнем поле. Или быстрое удаление, чутка зажмите кнопку удаления и проведите влево. Скорость фантастическая. Одна из самых, если не самая, быстрой оболочкой среди всех смартфонов. Телефон молниеносно работает, зависание и подтормаживание практически нет. Анимации приятно сделаны и радуют глаз. Особенно красиво выглядит пробуждение, когда из тонкого шрифта они плавно перетекают в жирный. Или зарядка устройства. При подключении идет волна по всему экрану. На мой взгляд, это куда более интересно, чем у Samsung или того же iPhone. А раз уж мы затронули экран блокировки, не могу не отметить приятные темы, коих здесь уйма. Особенно нравится вот этот вот вариант, выглядит необычно и очень эффектно. Чем славится Google Pixel с самого первого телефона? Конечно же камерой и ее алгоритмами. Здесь у нас три правильных модуля. Ультра ширик, основной, который может быть обрезан для 2х приближения. И телевик 5х. Ну и также есть макрокамера, которая включается автоматически. Как мы знаем, мобильная съемка мало чем зависит от качества модулей, мегапикселей и так далее. Безусловно, они играют роль, но всю работу делают алгоритмы. А так как Google владеет огромной базой данных, то понятное дело алгоритмы у них настроены как надо. Фотки на любой модуль получаются обалденные, не дать не взять. Резкость, контраст, работа с тенями, просто красота. Также весьма порадовала видеосъемка. 4К, 30, 60 кадров, плавное переключение модулей. И нет той херни, как у Samsung, когда в 60 кадров ты не можешь переключаться с 0.5х на 30х. Ну что, ребята, я надеюсь, этой локации вас уже не утомил. Она прекрасно подходит для съемки видео, для того, чтобы посмотреть, как работает стабилизация, насколько плавно вообще картинка у нас выглядит. Также давайте проверим зум. Как мы помним, что iPhone здесь у нас лучше всех, а у Samsung мы видели что-то... Смотрите, какой прикольный эффект. Камера фиксируется на объекте, но как только я отвожу ее вправо... Прикольно. Но зум здесь плавный. Идет плавное переключение между всеми модулями. То есть вот у нас самый широкий угол, который на секундочку 0.5х. В отличие от Samsung, где было 0.6. Ну и стабилизация. Давайте попрыгаем. Да, я сейчас... Стою как дурак здесь прыгаю. Ну вы видите, что стабилизатор отрабатывает нормально. Вот, еще вот резко потрясем. А это уже съемка в 60 кадров в секунду, в 4К. И здесь, что самое интересное, мы можем переключать модули с 0.5х до 20х. В то время как у Samsung такой возможности не было. Ну и здесь это переключение выглядит невырвиглазным. Оно вполне себе приемлемо. Посмотрите качество. Вот травка. Можем тут как раз режим макро посмотреть. Как фокусируется. Красота. На протяжении ролика вы могли заметить эту занудную звездочку в углу экрана. И она там была неспроста. Дело в том, что все его плюсы в виде холодного процессора, относительно емкой батареи, шустрого интерфейса, прекрасной камеры. Все это плод страданий пользователей первого полугодия. Все мы знаем, что Google располагает огромными массивами данных большого количества людей и на их основе оптимизирует свои сервисы. Так вот, помимо сервисов, они также тестируют свои гаджеты. В том числе, пиксели. Как только выходит новая модель, открывается платный набор на бета-тест. Да, вы добровольно становитесь бета-тестером за 900 бакс. Зачем тратить время, ресурсы на диагностику, систему, если можно сделать это куда более эффективнее? Просто дать людям в пользование, и они сами будут нам говорить, где недостатки. Первые месяцы пользователи лезли на стены от косяков пикселя 7 Pro. Он не держал нормально батарею, у многих выходило по 2-3 часа включенного экрана. Он постоянно перегревался, и неважно, играли они в игры или просто серфили в интернете. У него отваливалась связь, подключение еще кучу таких мелких, но крайне бесячих моментов. Ты покупаешь флагман и должен мириться с его детскими болячками. Это как купить новый Mercedes за 100 тысяч долларов и постоянно ездить в сервис. Почему? Да потому, что у него в прошивке коробки передач ошибка. Не так написали код, из-за чего машина дергается при переключении. А. Да твою! В общем-то, мой совет, брать пиксели спустя месяца 2-3 после выхода, тогда и большинство болячек исправят, и цена упадет. Как в случае с этим, я его урвал за 390 баксов, и это лучший смарт за эти деньги. Вы не найдете ничего даже близко похожего на него в этом бюджете. Как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok